Обменялись опытом и поборолись за медали. Город Металлургов принял открытое первенство Урала по каратэ Шатакан. Мероприятие собрало 60 участников из Магнитогорской, Челябинской и Москвы. Спортсмены не только состязались, но и побывали на мастер-классе от чемпиона мира. Подробности у Анастасии Бондуриной. До начала соревнований несколько минут. Пока одни спортсмены сосредоточенно разминаются и повторяют связки, другие дурачатся. Однако приструнить не по сет, никто не собирается. Игры – это часть тренировок маленьких каратистов. Я, допустим, даю и разминку, я даю и практики концентрации детям и одновременно даю им подурачиться. То есть, иначе они могут стать такими солдатами, ну такими вот закомплексованными, грубыми. То есть, моя задача – их раскрыть эмоционально. То есть, им не надо запрещать. То есть, концентрация и расслабление. Концентрация и расслабление. И они вот и с одной стороны не перегружаются и не становятся забитыми, закомплексованными. С другой стороны, у них есть и дисциплина. По команде сенсея шум смолкает, и спортсмены в кимоно усаживаются в ряд. Начинается мероприятие. Открывают программу, показательные выступления. Более опытные каратисты демонстрируют юным бойцам, к чему надо стремиться. Синхронность и уверенные движения отца и сына Концердиновых впечатлили московского гостя настолько, что им автоматом засчитали экзамен. Вместе Динар и Эмиль тренируются около двух лет. Сначала заниматься начал Эмиль с трех лет. Отправил я его на карате. В дальнейшем сидел, наблюдал за работой сына. Затем Сергей Олегович пригласил потренироваться самому. И таким образом сам начал заниматься. Я в детстве сильно болел, и мне надо было куда-то ходить. Когда я пошел на карате, мне уже все, почти не болел. Я раньше даже не знал, что такое карате. Ну как знал, конечно, но я не знал, что это так хорошо. Затем на ковер один за другим начали выходить участники соревнований. Первый вид – ката, или как его еще называют – бой с тенью. Самым юным спортсменам пять лет. И хотя движения еще не такие четкие и уверенные, как хотелось бы, они сосредоточенно выполняют заученные связки и не расстраиваются, если победу отдают другому. В движении там нужно ногами работать и руками. Он все идеально сделал красиво и четко. Он не хотел четкости и идеала. А после спортсмены продемонстрировали свое мастерство в бою – кумите. Финальным аккордом мероприятия стал мастер-класс от чемпиона мира. Мираб Батарашвили в очередной раз напомнил, что карате – это развитие не только тела, но и духа. Проводится мастер-класс по бункай. Бункай – это реализация ката в реальной ситуации. Для них будет специально проведена программа подготовки. Каждая ката дает некое качество характера. То есть где-то развивается стремительность, где-то развивается уход и гибкость, где-то развивается мощность, укорененность. То есть разные качества дает разная ката. И вот об этом всем, об этих качествах и об этих боевых навыках, которые развивают эти ката, эти боевые танцы, сегодня будет разговор и, разумеется, практика. Это не первый визит Мираба Батарашвили в Магнитогорск. Чемпион мира приезжает сам и привозит своих воспитанников, как пример для подрастающих спортсменов. Организаторы пообещали, что обмен опытом продолжится и в будущем.